Друзья, всем привет! С вами Денис Жучков. 11 мая прошел Статград по профильной математике. Это заключительный Статград в 2023 учебном году. Среди задач, которые были представлены в варианте, встретилась вот такая вот задача с параметром. Обратите внимание, задача на анализ функций. А такие задачи время от времени встречаются на едином государственном экзамене. Даже на основной волне они бывали. Давайте посмотрим, как это решать. Итак, условия. Дана вот такая вот функция, квадратичная, как мы видим. Надо найти такие значения параметра a, при которых наименьшее значение функции не меньше 12 на множестве модуль x больше либо равен единице. Ну, может показаться на первый взгляд, что вопрос сложный, но давайте разберемся. Я хочу показать способ решения довольно прямолинейный и последовательный. Надеюсь, всем будет понятно. Без всяких хитростей и премудростей. Итак, ну, чтобы поговорить про наименьшее значение функции, мне бы хотелось посмотреть, как выглядит наша парабола. Ну, не одна парабола, а, наверное, вы заметили. В зависимости от параметра a будут меняться, ну, например, координаты вершины, да? И получатся разные параболы. То есть у нас здесь речь о семействе парабол. Давайте мы это семейство парабол нарисуем, и, может быть, тогда ответ на вопрос всплывет сам собой. Итак, построение параболы с чего начинаем, друзья? С вершины, правда? Поэтому давайте и в этот раз так поступим. Координаты вершины. Обсциссы вершины х0 рассчитывается по формуле минус b делить на 2а. Аккуратненько использую ее. В качестве коэффициента b минус 6а, минус b на два старших коэффициента. Получается 6а делить на 18 или а делить на 3. Так, как найти у вершины? Но у вершины, как вы понимаете, это f от х0. Значит, подставляем а на 3 в нашу функцию. Смотрим, что получится. 9 разделить на а на 3 в квадрате, минус 6а на а на 3, плюс а квадрат, плюс 3а, плюс 3. Возникает у нас что здесь? А квадрат, минус 2а квадрат, плюс а квадрат, плюс 3а, плюс 3. Вот это уходит? Остается 3а плюс 3. Да, кстати, если бы я оформлял это, то я бы написал сначала квадратичная функция, график парабола с ветвями вверх. Почему я могу утверждать, что это квадратичная функция? Потому что параметра нет в старшем коэффициенте. То есть старший коэффициент всегда девятка, это всегда функция квадратичная. Но я сейчас короткий такой вариант, без полного оформления. Хорошо, вершину нашли. Ну, вы скажете, что а на 3, 3а плюс 3. Как быть? Как это нарисовать, если у нас y и x в координатной оси? Все просто. Найдем, как связаны x0 и y0. Посмотрите, y0 это 3а, а здесь а на 3. То есть если я а на 3 умножу на 9, то я получу 3а. Значит, это 9x0 плюс 3. Вот как получается. Подставьте вместо x0 а на 3. Убедитесь, что я не соврал. Так, ну то есть получается вершины парабол наших располагаются вдоль прямой. y равняется 9x плюс 3. Значит, я могу нарисовать эту прямую, и на этой прямой будут стоять вершинки парабол. Давайте попытаемся это сделать. Ось y. Давайте прям повыше до конца, что ли, нарисую. Ось x. И давайте буду ставить точки. Ну, таблицу точек сделаем. Если 0, то 3а, если единица, то 12. Так, при нуле 3а, смотрите, у меня довольно мало места, поэтому давайте я единичный отрезок по оси y возьму за тройку. То есть 3, 6, 9 и 12. Ну вот прям под потолок ушла. Так, а тут по-нормальному. Тут единица будет, тут будет минус единица. Так, если единица, то 12. Если 0, то тройка. Прямая строится по двум точкам, друзья, но у меня линейки нет, я возьму 3 точки, чтобы получше провести. Вот при минус единице что? При минус единице будет минус 6. То есть вот, минус 3, минус 6. Тем более нам все равно это понадобится, потому что у нас, вон, множество такое. Так, ну, аккуратно провожу. Да, аккуратно, и сразу же завалился. Так, пунктирчиком сделаю. Так у меня лучше получится. Ну, смотрите-ка, неплохо, неплохо. Вот моя прямая, я ее подпишу, разумеется. y равно 9x плюс 3. И теперь вот на этой прямой сидят мои параболы. То есть вот возьму эту точку. Как парабола моя выглядит? А вот так вот она выглядит как-то, да? То есть координаты вершины находятся на прямой. И здесь много-много-много вот таких вот парабол, они прям сидят на этой прямой, скажем так. Хорошо. Ну, давайте разбираться тогда. Самое время вспомнить про наше множество. Модуль x больше либо равно 1. Что это за множество такое? Так, ну давайте вспомним. Это такие точки, модуль которых больше либо равен, чем 1. То есть единица, двойка, тройка, все сюда точки подойдут. А также подойдут точки от минус бесконечности до минус единицы. Вот что это за множество. Ага. То есть здесь оно вот тут. Угу. Мне надо, чтобы наименьшее значение функции на этом множестве было больше либо равно 12. Как мы видим, у меня моя прямая разбилась на 3 промежутка. Промежутка. Промежуток вот этот, посерединке и тот, что уходит вверх. Давайте разберемся с этими промежутками последовательно. Так, начну, пожалуй, вот с этого промежутка. Давайте нарисую здесь произвольную какую-нибудь параболу. Ну, произвольную, типа как мою эскиз. Вот. Что же я вижу? А я вижу, что на моем отрезке, вот на этом получается, не на отрезке, прошу прощения, оговорился, на луче. На луче. От минус бесконечности до минус одного. Наименьшее значение у параболы где? Вершине. Вершина попадает на этот промежуток. Так. И что мы видим про вершину, когда парабола находится вот здесь, на этом участке? А мы видим, что это сильно меньше, чем 12. 12 вон, а вершина вот тут, внизу. Так. А получится ли у нас тогда, что наименьшее значение функции больше либо равно 12? Пожалуй, что нет. Давайте мы все эти рассуждения аккуратненько запишем. Какие значения а у нас соответствуют этим параболам? Ну, для этого я вот эту точечку рассмотрю. Точечка, когда я попадаю уже во внутренний отрезочек. Так. Ну, что здесь? Здесь у меня у вершины равно минус 6. То есть, 3а плюс 3 равно минус 6. То бишь, 3а равно минус 9. Или а равно минус 3. Можно было бы вести расчеты через x вершины. Было бы даже проще. А на 3 равно минус 1. А равно минус 3 сразу. Так. А теперь подумаем. Вот здесь вот ниже. У меня а больше, чем минус 3 или меньше? Но это легко понять. Если я спускаюсь ниже, у вершины будет еще меньше, чем минус 6. То есть, тут будет, например, минус 7, минус 8. И тогда у меня ответ получится меньше, чем минус 3. Поэтому, получается, я сейчас все а рассмотрю. Если а меньше, да даже равно, меньше либо равно минус 3. Равно соответствует тому случаю, когда вершинка попала ровно сюда. Получается, что наименьшее f от x равняется вершиной, равняется ординатой вершины, которая равна 3а плюс 3. Что при а меньше либо равно минус 3, будет меньше либо равно минус 6. Видите, все y к вершине у меня минус 6. А здесь это наименьшее значение на это множество. Вот. Наименьшее... Да, 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 кстати говоря, я не сказал наименьшее на множестве. Наименьшее на множестве модуль x больше либо равен единице. Вот. Уместил. Потому что это важно. Хотя, если бы я даже это не написал здесь, я бы не соврал, у меня действительно наименьшее в вершинке, и все было бы хорошо. Но порядку ради, давайте все-таки про множество говорить. Так. Хорошо. То есть получается, а меньше либо равно минус 3 не удовлетворяет условию вот этому. То есть это не то, что нам нужно. Смотрим дальше. Так, а что у меня получается вот тут вот, сверху? Так, сверху, ну вот тут аккуратненько нарисую. Вот так вот мои параболки выглядят. И видно, что вершина, наименьшее значение моей квадратичной функции, больше чем 12. Ну, либо равно 12, если я вот в этой точке сижу. Так. Подходит, получается. Так, а какое а соответствует этой точке? Вот смотрите, тут я через y вершину посчитал. Могу тоже через y, а могу через x. Как вам нравится. Давайте через x. x вершины здесь равно 1. То есть а равно 3. Если я дальше отхожу, у меня будут большие значения а. Получается, если а больше либо равно 3, то наименьшее на множестве f от x будет равняться f от x 0, которое, ну, собственно говоря, также 3а плюс 3 будет больше либо равно, чем 12. Видите, наименьшее значение? Вот выше 12 находимся. Все. Удовлетворяем условия? Да, все хорошо. То есть получается, а больше либо равно 3 подходит. Удовлетворяет условия. Мы его в ответ возьмем. То есть мы уже нашли вот такой вот луч, который пойдет в ответ. Так, хорошо. Ну а что ж у нас посерединочке-то? Вот здесь. Вот здесь. Так, ну давайте рассмотрим произвольную какую-нибудь параболку. Ну я вот просто здесь ее, например, в этой точке нарисую. Так, ну она будет выглядеть... Как-то так. Посмотрите-ка. Вершина не попадает на промежуток от минус 1 до 1. В этот промежуток входит вот это значение, и оно с левой стороны наименьшее, а с правой стороны вот это значение наименьшее, а дальше больше. Так, а что это за значения-то такие? Это у нас значение функции в точке минус 1, а здесь у нас, где я пересекусь, значение функции в точке единица. Какое-то из них будет наименьшее. Ага, значит я должен сказать, что если я нахожусь вот на этом участке, моей прямой, по которой скользят вершины, то есть от минус тройки до тройки, то тогда мин из вот этих вот больше либо равно 12. Если я найду, при каких а это выполняется, то я, собственно говоря, ну, решу задачу на этом интервале. Хорошо, как мне это сделать? Как мне это сделать? Да очень просто. Давайте я их посчитаю, да? Итак, чему равняется f от минус единица? Надо минус единицу подставить в функцию. 9 на минус 1 в квадрате это будет 9. Минус 6а на минус 1 плюс 6а. Ну и дальше просто переписываю. Плюс а квадрат плюс 3а плюс 3. То бишь это будет равно а квадрат плюс 9а плюс 12. Сдается мне, что я уже немножечко намельчил, то есть еле влезает в доску. Но давайте я все-таки вот напишу f от единицы здесь. Получится почти то же самое. Вот так. Что равно а квадрат минус 3а плюс 12. Так, я хочу понять, кто из них наименьший, кто из них наибольший. Как это сделать? А сделать это можно так. Смотрите. Вот это удовлетворяет. Давайте я это сюда напишу. Сотру, чтобы не забыть, как ответ. И сотру, чтобы мог здесь работать. Так. Хочу понять, кто наименьший. Ну, давайте просто сравним их между собой. Да? То есть, давайте я решу неравенство, что, например, f от минус единицы меньше, чем f от единицы. Какой результат он удаст? Поглядим. А квадрат плюс 9а плюс 12 меньше, чем а квадрат минус 3а плюс 12. Так. Получается, а квадрат уходит, 12 уходит. Это туда 12а меньше нуля, а меньше нуля. То есть, если а меньше нуля, то наименьшим является f от минус единицы. Послушайте, так мы это, в принципе, и так понимали. Парабола у нас, в общем-то, как вы понимаете, симметричная. Вот это от минус 1 до 1 штука симметричная. Поэтому понятно, что когда я нахожусь вот здесь, ниже, у меня меньше будет вот эта точка. А когда я нахожусь вот тут вот уже, то я раньше пересекусь правым концом. То есть, понятно, что вот здесь вот а меньше нуля. А аналогично могу сказать, что f от единицы меньше, чем f от минус единицы. Можно то же самое сделать при а больше нуля. Вот так. Хорошо. Ну тогда давайте решим это. Получается, меньше нуля, но до минус тройки. Значит, если у меня а вот тут вот, то я должен потребовать, чтобы наименьшее, f от минус единицы, то бишь, было больше либо равно 12. Так. Ну а тут что получается? Получается, если у меня а от нуля до трех, то наименьшим будет f от одного. И тогда я скажу, что вот эта штука должна быть больше либо равна 12. Так, 12 ушло. Тут нолик получился. Здесь так же. И раскладываю на множители. Так. Получается, а на а плюс 9. Меньше, ой, больше либо равно нулю. А здесь получается а на а минус 3. Больше либо равно нулю. Сейчас изобразим. Только смотрите, что меня смущает. У меня тут а меньше нуля, тут а больше нуля. А что же при а равно нулю? Друзья, я это здесь не записал, но надеюсь, в общем-то, вам это хорошо понятно. Если при меньше знак меньше, при больше единицы будет, ну, в единице меньше, то понятно, что если а равно нулю, то функции будут равны. Как раз таки вот мы будем находиться в этой точке, и мы на одинаковой высоте пересечемся. Поэтому давайте мы еще дополним вот это первое, вот это второе, и вот здесь вот будет третье. Если а равно нулю, то неважно, какой из них, они равны. Должно быть больше либо равно 12. Вот, поэтому могу написать вот любую, какую нравится. Ну, например, вот эту. Так, осталось все дело решить. С первой смотрю. Системкой. Итак, минус 3, 0. Минус 9, 0. Закрашены. Так, знаки будут плюс, минус, плюс. Мне надо больше либо равно, то есть вот это. И как видите, пересечений нет. Здесь 0 выколот. То есть здесь пусто. Тут смотрю. Так, от 0 до 3. Здесь у меня, так. Тоже 0. И тоже 3. Знак плюс, минус, плюс. Подходит плюс. А здесь от 0 до 3. Вот здесь. Послушайте, снова нет пересечений. Пусто. Да что ж такое? А здесь как? Так, ну а равно нулю подставлю сюда. Получается 12 больше либо равно 12. Это верно. А раз это верно, то а равно нулю подходит. То есть из этой системы а равно 0. Все. Получается, мы рассмотрели все на свете а. Поняли, когда что наименьшее. И готовы дать окончательный ответ. У нас, получается, такие а подходят и такие. Ну давайте я напишу где-нибудь вот тут вот теперь ответ на задачу. Ответ. А принадлежит. Значит, изолированная точка 0. Объединить. От 3 до плюс бесконечности. Вот. Ну, подчеркиваю еще раз. Это не самый короткий способ. Не самый простой способ. Это прямолинейный способ, где мы просто последовательно рассуждали. Особо не вдаваясь ни в какие там хитрости и фокусы. Да, можно было бы на самом деле поработать немножечко с параболой. Можно было бы замены какие-то ввести. И мы бы, например, упростили бы ситуацию. У нас она не болталась бы где-то, а была вот, ну, например, там через нолик можно было бы добиться, чтобы она проходила. Но это все из серии фокусов. А тут у нас довольно прямое, бесхитростное рассуждение. На этом все, друзья. Кому понравилось, ставьте лайк. Поделитесь видео со своими друзьями. Уверен, оно будет полезно многим. Успехов вам в математике. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok